Привет! Это информационный подкаст редакции Оренбург Медиа. Мы назвали его «Новости города О», потому что рассказываем о том, что произошло на неделе. Ротируем для вас события, чтобы вы не пропустили важное и интересное. С этой недели нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах, а это Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, South Stream и CastBox. Итак, рассказываем о насыщенной неделе новостей у микрофона шеф-редактор Татьяна Гавриш. В Оренбурге предотвращен теракт. Новость, которая в середине недели стала во главе федеральной и региональной повестки. Центр общественных связей ФСБ сообщил об оренбуржце, который планировал поджог инфраструктуры железнодорожной станции в Новотроицке и военкомата в Орске. Также мужчина намеревался поджечь здание отдела ФСБ России и действовал по указанию украинских спецслужб. Видео задержания 29-летнего молодого человека опубликовали спецслужбы. На кадрах также изъятие близ лесополосы горючих материалов. В записи приводится переписка мужчины с кураторами из ВСУ. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанного по подозрению в подготовке теракта новотроичанина отправили в СИЗО на два месяца. С начала года неоднократно сообщалось о диверсиях на железной дороге в Центральной России. В Оренбургской области за попытки поджогов и инкоматов задержали несколько человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу дома на Мирненской. Речь идет о нарушении жилищных прав оренбуржцев. Пожар в трехэтажке на улице Мирненской произошел в декабре прошлого года. Уцелевшая от огня часть дома была залита водой. Поводом для такой реакции руководителя Следственного комитета стали сообщения в социальных сетях. Жильцы пожаловались на бездействие чиновников, аварийный дом не торопились расселять. Собственникам не предоставили другое жилье, в том числе из маневренного фонда. Проект по застройке территории бывшей инфекционной больницы отложен. Как стало известно, архитектурный конкурс на разработку концепции жилой застройки территории бывшей областной клинической инфекционной больницы признан несостоявшимся. На конкурс не подали ни одной заявки, рассказали в Минархитектуре Оренбургской области. О дальнейших планах по участку пока не сообщалось. На неделе из стационаров Оренбурга выписали всех пациентов, получивших травмы во время обрушения карусели в Оренбурге. Об этом рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова. До сих пор в столичном центре нейрохирургии имени Бурденко остается 26-летняя девушка. Ей оказывают необходимую помощь. В социальных сетях Оренбурга впервые с момента обрушения цепочной карусели появилась публикация. Спустя почти три недели после ЧП представители концессионера выразили свое потрясение и озвучили некоторые детали. В сообщении, в частности, говорится, что компания находится на связи с семьями пострадавших и уже выплатила компенсации некоторым из них. Также концессионер оплатил транспортировку санитарным рейсом серьезно пострадавшей девушке в Центре нейрохирургии имени Бурденко. По данным компании, на всех аттракционах в парке в ближайшее время повторно проведут полную техническую инспекцию. О дате открытия зоны аттракционов пока не сообщается. Около 220 миллионов рублей потратят на ликвидацию свалки возле аэропорта Оренбурга. Несанкционированный мусорный полигон существует там с 70-х годов прошлого века. Проект ликвидации свалки готовили почти год. Еще полгода ушло на проведение торгов и поиск подрядчика. Этой весной на территории развернули масштабные работы. Оренбургмедиа внимательно следил за темой в течение трех лет от гневных публикаций до поисков решения. Мы публиковали десятки материалов о том, почему свалка в районе аэропорта грозит безопасности. Ликвидация несанкционированной свалки в районе Неженки – это первый, пока единственный подобный проект в Оренбургской области. Какие будут использованы технологии, как ведется работа прямо сейчас, рассказали подробно. Читайте большую статью на сайте оренбург.медиа. На неделе полиция Оренбурга вновь разбиралась с темой последствий от укусов собак, на этот раз домашней. С заявлением в органы обратился пожилой мужчина, который заявил, что на него натравили питбуля. Инцидент произошел во дворе дома на улице юных ленинцев. По словам сына потерпевшего, его отец сделал замечание молодому человеку, который рвал цветы на клумбию подъезда жилого дома. В ответ мужчина спустил на него своего питбуля. Собака покусала пожилому человеку руки, ее хозяин избил пенсионера и похитил у него телефон, после чего скрылся с места происшествия. Мужчину госпитализировали, правоохранители проводят проверку. Между тем, оренбургские депутаты предложили ужесточить закон о животных. В пакете поправок от Оренбуржья меры, которые дополняют тезисы, озвученные в поправках к думскому закону о животных. В их числе обязательная регистрация питомцев и эвтаназия безнадзорных собак в исключительных случаях. Шеф-редактор Оренбург Медиа Ирина Зацепина написала материал по следам собачьей истории в Оренбуржье. Авторы задаются вопросом, как считают собак в городах, почему на отлов выделяют так мало средств и, в конце концов, кто именно будет решать собачью проблему в Оренбуржье. Найдите на сайте в разделе «История», это важно. В Оренбурге области синоптики ожидают аномальную жару, несмотря на то, что позади уже достаточно горячая неделя. Температура воздуха в выходные приблизится к отметке плюс 32 градуса. Самые жаркие дни прогнозируют в Центральном и Западном Оренбуржье. Очередное громкое дело застряло в судах. Объект культурного наследия усадьба Глоткова в Оренбурге на улице Яицкой второй год пытаются вернуть городу. Арендатор, руководитель Евразийского творческого союза Тефи Ротшильд, отказывается покидать здание, несмотря на массу нарушений. В их числе главное отсутствие хоть каких-то работ по сохранности объекта. По делу прошло в общей сложности 45 судов. Его начали рассматривать в октябре 2021 года. Руководитель сомнительной некоммерческой организации бесконечно опротестовывает решения судов различных инстанций. В редакцию Оренбург Медиа прислали фотографии, на которых изображены внутренние интерьеры усадьбы Глоткова. Это нужно увидеть, чтобы понять, что арендатор не собиралась реставрировать объект культурного наследия. Добавим, что внутрь усадьбы Ротшильд долгое время никого не пускала. Теперь у нас есть эти фотографии, и вы обязательно посмотрите на то, что осталось от старины глубокой. В разделе Медиа на сайте Большая галерея с фотографиями. В Оренбурге начались работы по благоустройству парка с фонтаном на улице Чкалова, напротив самого длинного дома центральной части города. Еще его называют Китайская стена. Так вот, благоустройство планировали начать еще в прошлом году, однако к фактической реализации проекта так и не приступили. До сентября на объекте вели проектно-изыскательные работы. В этом году уже выбран подрядчик. Правда, на электронном аукционе компания «Победитель» снизила цену на четверть со 100 миллионов до 76. Территорию благоустройства уже оградили. Рядом установлены строительные вагончики. Завершить работы намереваются в этом году. Сквер должен открыться зимой. Олег Газманов дал два концерта в Оренбурге и Орске и ворвался в информационную повестку новостных лент. После выступления он поехал в Солилецк и посетил и жемчужину Оренбургской области курорт Соленые озера, а также встретился с медиками Центра реабилитации. Курорт и озера произвели на артиста неизгладимое впечатление. Олег Газманов решил удостовериться в солености водоемов и даже попробовал воду на вкус. Также ему показали единственных обитателей Бромного водоема Красных Рачков. И завершаем новостями про Луну. На этой неделе снова наблюдали ее в телескопы нашего летнего проекта «Смотри на звезды». Вместе с ребятами астрономического сообщества Ориона и любопытными оренбуржцами весь вечер 23 мая провели на набережной. Стали свидетелями редкого астрономического явления сближения Луны и Венеры. С нетерпением ждем открытия сезона больших астровыездов. Подробности обязательно расскажем и анонсируем на сайте и в социальных сетях. В этом году проект поддержала программа социальных инвестиций «Родные города». Это были новости города О. Следите за нами Вконтакте, Ютубе, Дзене, Телеграме и Одноклассниках. А также напомню на всех главных подкаст-сервисах. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы благодарны вам за обратную связь. Услышимся через неделю.